Девочка с периферии не видела мир, но видела холод хрущевок в них, холод квартир в них. Сладкие сны под лечатым маминым пледом свои. 23 уже была беременна, на ее теле рубцы, как напоминание о том, как мечты. Ее топтали ногами о том, как доминируют потомки Адама. Эти дома как декорации ее мелодрамы. Будущая мама не обдумана, рано она думала, это любовь, ну а он играл с ней. Она хотела провести с ним остаток дней, но в его планы не входило заводить детей. Кассетный плеер снова заживал пленку, она не знала, на что содержать ребенка. Но маленькая жизнь внутри нее теплилась, она знала одно, она ждет сына. Сын себя подарить своему сыну, может он и действует мужчина, он причинит его ли никогда. Сын себя подарить своему сыну. Девочка с периферии не знала любви, меняя съемные углы, она копила рубли. Ее манили огни этой ночной Москвы, писала письма тому, кому они не дошли. Наш сын стал большим, знаешь, он вылит и ты, но после первой строки она закрывала дневник. Звонки от мамы, когда уже внук и жених приедут в их городок, чтоб стариков навестить. Она в старой кофте не отходя от плиты, отвечала он в командировке. Приедем одни, одни шли и без прерывным потоком машин. Наш сын стал большим, знаешь, он вылит и ты, мой сын. И я дам ему столько любви, сколько есть у меня ту, что ты не ценил. Возле детской кроватки она засыпала. Девочка с периферии, молодая мама. Всю себя подарить своему сыну, может он единственный мужчина, причинить его не никогда. Всю себя подарить своему сыну, и пока сердце не остынет, глазами он похож так на отца.